Модернизация производства, реализация инвестпроектов по этапному увеличению заработной платы и выручки как приоритетные направления. Хозяйственный актив «Пинска» подвел итоги социально-экономического развития города за 2017 год и наметил задачи на 2018. В ходе расширенного заседания детально обсудили работу народно-хозяйственного комплекса города. Подробности в нашем материале. Подвести итоги работы хозяйственного комплекса города за год, найти уязвимые места и выработать необходимую стратегию на ближайшее будущее – задачи ежегодного расширенного заседания городского актива хозяйственных кадров. Большой деловой разговор во главе с администрацией города вели депутаты всех уровней, руководители учреждений и предприятий всех отраслей хозяйства, городских служб, отделов и управлений исполнительного комитета, представители бизнеса, СМИ, общественных и профсоюзных организаций. Конструктивный тон встречи задал первый заместитель председателя Пинского горосполкома Михаил Самолазов, обсудив итоги года в экономическом ключе. Определяющим фактором стабильности в экономике города является устойчивая работа основной в отрасли реального сектора промышленности. В первую очередь удалось увеличить экспорт товаров в целом по городу на 120%, до 182 млн долларов в США. Сальто межторгового оборота положительно составило 78 млн. Более высокими темпами шли поставки продукции в страны дальнего заубежья, удельный вес которых достиг 30%. Обеспечив значительный прирост экспорта предприятиям всех форм собственности, как республиканской, так и коммунальной и безведомственной подчиненности. На протяжении последних лет география экспортных поставок постоянно расширяется. К списку государств, которые стали торговыми и партнерами предприятий города, добавились в Сербурге, Вьетнам, Греция и Канада. Для дальнейшего наращивания экспортного потенциала в 2018 году перед крупными городскими предприятиями, которых сегодня насчитывается 28, стоит стратегическая задача – повысить конкурентоспособность и качество выпускаемой продукции. Кроме того, наладить создание и реализацию инновационных проектов. В промышленном комплексе города чистая прибыль выросла в 3,2 раза до 27 млн рублей. В разрезе видов экономической деятельности заработная плата в промышленности за декабрь достигла рубежа 1041 рублей. В ряде промышленных предприятий города среднемечная заработная плата сложилась выше среднегородской. Это холдинговая компания «Пенздрев», завод средств малой механизации, комбинат его продуктов. На уровень свыше 1000 рублей вышли мясокомбинат «Савушкин продукт», хлебозавод «Кузритмаш», «Амкадор» «Типография». Новые объекты – 33 торговых и 41 бытового обслуживания, увеличение автобусных маршрутов до 45, новое почтовое отделение, установка в учреждениях соцсферы, свыше 10 тысяч энергосберегающих светодиодных светильников – все это экономические итоги 2017-го. Отмечена положительная динамика в сфере занятости. В два раза увеличился спрос нанимателей на рабочую силу. Кроме того, почти в два раза сократилась разница между уволенными сотрудниками и принятыми на работу. К примеру, порядка трех тысяч человек сегодня трудятся в строительной отрасли, которую представляют более 70 предприятий разной формы собственности. Объем подрядных работ в 2017 году составил чуть более 108 миллионов рублей, или 110% сопоставимых ценах в 2016 году. Рост отъема подрядных работ в 2017 году наблюдался практически у всех строительных организаций. Работы, которые значимы были выполнены в городе Пинске, это за счет дорожного фонда мы выполнили улицу Карамальскую, и за счет средств исполкома продолжили работы по реконструкции улицы Ленин. Экспорт строительных услуг в 2017 году составил без малого 515 тысяч условных единиц. На 2018 год стоит задача увеличить этот показатель до 105% к уровню прошлого года. В 2017 году в эксплуатацию введено 55 тысяч 253 квадратных метров общей площадью, что составляет 117% от предусмотренного задания. Построено 429 квартир, общей площадью 31 тысяча 387 квадратных метров, для граждан нуждающих и стоящих в учете улучшения жилья. 80 семей воспользовались государственной поддержкой. По просьбам в городе активно развивается долевое строительство жилых домов. В 2017 году таких домов было построено 5. На 2018 год также планируется продолжить строительство долевых домов. Запланировано выполнение работ по 6 домам, или 577 квартир. В Пинске оживает рынок арендного жилья. Так, в 2017 году построено 108 квартир. За счет привлечения кредитной помощи КНР построено 2 80-квартирных дома социального пользования. В приоритетах на 2018 год – ввод порядка 65 тысяч квадратных метров жилья, реконструкция улицы Бреской на участке от улицы Корбота до улицы 60 лет Октября, строительство детского сада на 240 мест в микрорайоне Радужный, реконструкция учебного корпуса по Бреской 108 под поликлинику и завершение ремонта улицы Ленина. Деловой разговор продолжила жилищно-коммунальная тема. Все предприятия жилищно-коммунального хозяйства сработали в 2017 году и летали. Президентам работы за год при политоризации по сравнению с 2016 года увеличилось в 3,3 раза. Реденные задания в 2017 году по замене лифтов в водоплощадей после капитального ремонта выполнены. Если по капитальному ремонту было доведено задание 45 тысяч, то выполнил уже 45,9 тысяч квадратных метров. Отремонтировано 118 подъездов. Было заменено свидетельников в подъездах на наберегающих 2300 штук. У ЖКХ на 2018 год задачи следующие. Продолжить строительство сетей водоотведения в районах индивидуального строительства с долевым участием горожан, продолжить реконструкцию очистных сооружений и разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию хосфекального коллектора от улицы Федотова до 5-й насосной станции по улице Базовой. В 2017 году без малого 130 учреждений и организаций социальной сферы города Пинска продолжали функционировать в стабильном режиме. Об этом заявила заместитель председателя Пинского горосполкома Марина Ковалевская, уделив внимание каждой отрасли. Одной из приоритетных задач на 2017 год был выполнен на получение главы государства по росту среднемесячной заработной платы. Так, по учреждениям социальной сферы за декабрь месяц 2017 года среднемесячная заработная плата состояла 680 рублей 40 копеек. По отношению к аналогичному периоду прошлого года заработная плата возросла на 122,5%. Доведенные пламом графиком показатели по уровню заработной платы за декабрь выполнены по социальной сфере на 100%. В одной из главных отраслей соцсферы здравоохранения в Пинске работает почти 5800 жителей города и района. За последний год наблюдается постепенный рост продолжительности жизни пинчан 74,6 года. При этом сохраняется низкий уровень смертности и удерживается положительный естественный прирост населения. Так, в 2017 году в Пинске родилось 1537 малышей. На содержание медицинской отрасли в городском бюджете было выделено свыше 60 миллионов рублей, что состояло 45% расходной части бюджета города. Плюс от небюджетной деятельности получено свыше 5 миллионов рублей. Несмотря на ограниченные финансовые возможности, в центральной больнице введена в эксплуатацию ангиографическая операционная. Закончена реконструкция пищеблока в лечебном корпусе. Выполнен ряд работ не в других учреждениях здравоохранения, как города, так и пинского района. Получено новое медицинское оборудование за счет бюджетных источников на сумму около 1 миллиона рублей. За счет небюджетных средств на сумму более 170 тысяч рублей. Увеличилось в пинске количество школьников. В 2017 к обучению приступило 16 268 детей, что на 160 больше предыдущего года. В 70 учреждениях образования трудятся 5,5 тысяч пинчан. Под их опекой более 30 тысяч воспитанников, которые получают общеобразовательные и специальные знания, приобретают профессиональные умения и навыки. На содержание и развитие подосчетных и споком учреждений образования было выделено почти 42 миллиона рублей, что составляет 31% расходной части бюджета города. Привлечено около 2 миллионов рублей небюджетных средств. Рост доходов, полученных от небюджетной и иной, носящей доходы деятельности, от фактически сложившейся же на 16-й год составляет почти 11%. В пинских учреждениях культуры сегодня трудятся полтысячи пинчан. На развитие отрасли из бюджетного финансирования в 2017 году было направлено порядка 5 миллионов рублей. Самым знаковым событием культурной жизни города стало возрождение легендарного фестиваля творчества «Зори над Пиной», а также празднование 920-летия Пинска. В юбилейный год организовано без малого шесть сотен различных мероприятий, проведено почти две сотни спортивных состязаний. Почти тысячи пинских спортсменов повысили свое мастерство до уровня различных разрядов и кандидатов в мастера спорта. Важная часть работы горосполкома – социальная поддержка. В нашем городе 37 165 получательных пенсий пособий. Средний размер пенсий по возрасту в городе Пинске в январе 2018 года составил 313 рублей 90 копеек. В январе 2017 года – 286 рублей 18 копеек. Рост составил почти 10%. Приоритетными направлениями 2017 года были названы модернизация производства, реализация инвестпроектов, поэтапное увеличение заработной платы и выручки от реализации продукции, товаров, работ и услуг. В городской бюджет за прошлый год поступило свыше 135 миллионов рублей. Собственные доходы составили 55%. На 2018 год объем бюджета по доходам города определен в сумме 141 миллиона рублей. Собственные доходы городского бюджета прогнозируются 82 миллиона. По сравнению с исполнением городского бюджета прошлого года они увеличатся на 2,5% или чуть более 2 миллионов рублей. При формировании расходной части бюджета города на текущий год сохранена его социальная направленность. На эти цели планируется направить более 85% всех денежных диссерсов. 2018 год ожидается еще более напряженным, чем предыдущий. Задачей на текущий год является увеличение заработной платы работникам бюджетной сферы. На эти цели будет формироваться резервный фонд за счет перевыполнения доходной части бюджета. С целью качественного исполнения бюджета города в 2018 году перед нами стоит следующая задача – улучшение работы экономики города, усиление работы по увеличению неналоговых доходов, а учреждениям и предприятиям финансированных из городского бюджета необходимо предельно эффективно и рационально использовать предусмотренное бюджетное сигнование. Больше внимания уделять, конечно же, и получению небюджетных доходов. Проблемными вопросами по-прежнему остаются привлечение прямых иностранных инвестиций на чистой основе, энергосбережения и создание предприятий малого бизнеса. При этом важно во всех отраслях обеспечить необходимый баланс в вопросе оптимизации кадров. Поставки на внешний рынок продукции промышленных предприятий должны осуществляться при постоянном повышении ее конкурентоспособности за счет качества и новизны. Освоение инновационной продукции в размере 6,4% – это то задание, которое требует от нас правительство, от объема отгруженной продукции должно стать одной из основных задач для производства. Часто убыточных предприятий в 2017 году уменьшилось. Мы выполнили задания, установленные Брестскому посполком, но их удельный вес еще достаточно высок. Этот фактор также является сдерживающим и основным препятствием для повышения в том числе и заработной платы для вложения инвестиций. Прогнозы на 2018 год напряженные. Для решения поставленных задач потребуется еще больше усилий и мобилизация имеющихся в ресурсах. По итогам работы правоохранительной сферы в 2017 году в Пинске зарегистрировано 984 преступления, что на 100 меньше, чем в прошлом году. В то же время отмечается рост киберпреступности, преступлений с участием несовершеннолетних, по линии ГАИ – рост ДТП с наездом на пешеходов. В целях активного взаимодействия со средствами массовой информации, повышения эффективности предупреждения правонарушения преступлений, наибольшее внимание надо акцентировать темам, направленных на противодействие алкоголизации населения, профилактике семейно-бытового населения, профилактике краж всех форм собственности. Требую всех заинтересованных тщательно проработать ситуацию с профилактикой правонарушений и преступлений и принять оперативные меры реагирования по их предупреждению. Деловой разговор и детальный анализ ситуации передают уверенности в дальнейшем продуктивном развитии города и в том, что основные проблемы, с которыми столкнулся реальный сектор в прошлом году, будут совместно решены. В ходе заседания поощрены лучшие работники и коллективы. По становлению Совмина Беларуси почетной грамотой за многолетний труд и профессионализм награжден директор предприятия РБТ Пинск Олег Лапидус. Для занесения на городскую доску почета за высокие достижения определены свыше 20 лучших предприятий, учреждений и организаций. В 10 номинациях подведены итоги ежегодной премии «Человек года». О каждом лауреате почетного звания на протяжении года мы будем рассказывать в нашей тематической рубрике.